Алло, алло. Алло, Павел, добрый день, меня зовут Виктория, компания Лен Ремонт, звоню по поводу работы, находитесь в поиске. Да, ну слушаю, да, Лен Ремонт, я правильно услышал? Лен Ремонт, верно. Слушаю вас. Нам на данный момент требуется мастер по ремонту бытовой техники, вот рассмотрели в этом нет предложения с мелкой бытовой техники. Да, почему нет? Хорошо, Павел, уточню, у вас несколько моментов, у вас свои инструменты имеются? Да, ну большинство, да, там кроме осциллографа, ну и прочей там сложной техники, там частотных генераторов, так что... Ну то есть основные такие, я поняла, хорошо имеются. Территориально, куда нам требуется человек, это Девяткина, привокзальная площадь 3, корпус 4. Территориально подойдет, верно? Да, великолепно. У вас как раз-таки Девяткина указана. Вот, соответственно, по обязанностям вы занимаетесь диагностикой ремонтом сложной мелкой бытовой техники. Любой сложности. Любой сложности, да. По графику у вас идет пятидневка с 9 до 18.30, либо есть варианты 2.2, 3.3, с 10 до 8 вечера. Вот. По оформлению идет на период испытательного срока по договору ГПХ, далее уже по трудовой книжке. По поводу оплаты, это 40 на 60, соответственно, 40 идет вам, а 60 – нам. Вот. В месяц у вас уходит по 500 тысяч, соответственно. Вот основные, вот, тропаты идут еженедельные. А, соответственно, вообще, основные какие-то моменты я вам проговорила. Вот, если у вас какие-то вопросы. 40 на 60, какая минимальная заявка и какое оборудование вы ремонтируете? Ну, какая минимальная стоимость и так далее. Смотрите, с расценками вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте. Вот, а, лент ремонт, там это все указано. Нет, меня интересует, сколько я буду зарабатывать. Меня это интересует, потому что вы же говорите 40 на 60. То есть я же не знаю, как вы... Сколько процентов идет вам? Да это я понял. Ну, условно говоря, у вас есть какая-то минимальная стоимость заявки? Минимальная стоимость заявки. Сейчас, одну секундочку. Не точнее тот момент. Ну, вот мне подкачивают, что на сайте, да, у нас указано, то есть в террористанке, вот, вы можете... Ну, это очень странно, что вы звоните мне и все время меня отсылаете на сайт. Ну, это очень странно. Да, я понимаю. Смотрите, я вам основные моменты отзвучила. Если вас интересует, вот, готовы на собеседование подъехать, соответственно, все детально расскажут. Ну, если максимально подробно и детально расскажете. Ну, давайте встретимся. А, вы говорите, так, ГПХ, потом срочный, бессрочный? По трудовой книжке, да, соответственно, будет оформление после испытательного срока. Вы не ответили на вопрос. Что я вам ответила? На период испытательного срока у вас идет оформление по договору ГПХ. После испытательного срока у вас идет официальное оформление по трудовой книжке. Вы, походу, не владеете правом трудовым. Бессрочный, бессрочный трудовой договор. ГПХ заключается гражданско-правовой договор. Ой, вам нужно подтянуть трудовую грамотность. По трудовому кодексу договор заключается либо срочным трудовым договором, либо бессрочным. У бессрочного нет срока действия, у срочный заключается условно на полгода, год и так далее. Очень странно, что я вам это рассказываю. У нас идет период испытательного срока, от двух соответственно до трех месяцев. На этот период у вас заключается оформление по договору ГПХ, гражданско-правовой договор, дарит от трудовой книжки. Я понял. Слушайте, ну если у вас на собеседовании работают такие люди, как вы, то я не хочу у вас работать. Нет. Хорошо, Павел, всего доброго.